Вацлав Фомич Нежинский-Польск, Вакан Азинский, русский танцовщик и хореограф польского происхождения, новатор танца, один из ведущих участников русского балета Дягилева, брат танцовщицы Брониславы Нежинской, хореограф балетов «Весна священная» Послеполуденный отдых фавна игры и Тилюлин Шпигель с 1913 в эмиграции, ведущий танцовщик и балетмистер Труппы, русский балет Дягилева, биография, родился в Киеве, вторым сыном семье польских балетных танцовщиков, первого номера Томаша Нежинского и солистки Леонора Береды Леоноре было 33 и она была на 5 лет старше своего мужа, крестили Вацлава в католичестве в Варшаве, через два года у них родился и третий ребенок, дочь Бронислава, а с 1882 по 1894 год родители гастролировали в составе балетной Труппы Юзефа Сетова Всех детей отец приобщал к танцам с самого раннего детства, впервые на сцене Вацлав выступил, когда ему было 5 лет, станцевав га-пак в качестве антрепризы в Одесском театре После смерти Юзефа Сетова в 1894 году его труппа распалась, Нижинский отец пробовал создать свою труппу, но вскоре прогорел, начались годы трудных скитаний и случайных заработков Вероятно, Вацлав помогал отцу, выступая на праздниках с небольшими номерами, известно, что он выступал в Нижнем Новгороде на Рождество В 1897 году, во время гастролей в Финляндии, Нижинский отец полюбил другую молодую солистку Румянцеву Родители развелись, Элеонора с тремя детьми отправилась в Петербург, где друг ее молодых лет, польский танцовщик Станислав Гиллерт, был преподавателем в петербургской балетной школе Гиллерт обещал ей помочь, старший сын Нижинских, Станислав, еще в детстве выпал из окна и с тех пор был немного не от мира сего А одаренного и хорошо подготовленного Вацлава приняли в балетный класс довольно легко Через два года в эту же школу поступила его сестра Броня В школе стали проявляться некоторые странности и в характере Вацлава Один раз он даже попал на осмотр в клинику для душевнобольных, видимо, сказывалась какая-то наследственная болезнь Однако талант танцовщика у него был неоспорим и быстро обратил на себя внимание педагога, когда-то выдающегося, но уже немного старомодного, танцовщика Н. Легата С марта 1905 года педагог-новатор училища Михаил Фокин ставил ответственный экзаменационный балет для выпускников Это был его первый балет в качестве балетмистера Он выбрал Асесса Галатея На роль Фавна Фокин пригласил Нижинского, хотя тот и не был выпускником Воскресенье, 10 апреля 1905 года, в Мариинском театре состоялось показательное выступление В газетах появились рецензии, и во всех отмечали необыкновенную одаренность юного Нижинского С 1906 по январь 1911 года Нижинский выступал в Мариинском театре Из Мариинского театра был уволен с большим скандалом по требованию императорской семьи, так как выступил в балете «Жизель» в костюме, который сочли неприличным Почти сразу по окончании училища Нижинский приглашен С. П. Дягилеврун для участия в балетном сезоне 1909, где снизкал огромный успех За способность к высоким прыжкам и длительной элевации его назвали «Человеком-птицей», вторым вестрисом В Париже танцевал репертуар, опробованный на сцене Мариинского театра, а также дивертисмент пир на музыку русских композиторов 1909 и «Партии в новых балетах» Фокина, «Карнавал на музыку Эр Шумана» 1910, «Шихерезаде» Эна Римского-Корсакова 1910, «Ориентали» А. Глазунову 1910, «Видение розы» К. М. Вебера 1911, «В котором поразил парижскую публику фантастическим прыжком в окно Петрушка» И. Ф. Стравинского 1911, «Голубой бог» Эргана 1912, «Дафни Сыхлоя» Эмравеля 1912, «Хореограф» Поощряемый Дягилевым, Нижинский попробовал свои силы как хореограф и в тайне от Фокина репетировал свой первый балет после «Полуденный отдых фавна» на музыку К. Дебюси Он построил свою хореографию на профильных позах, заимствованных из древнегреческой вазаписи Как и Дягилев, Нижинский был увлечен ритмопластикой и уритмикой Далькроза В эстетике, которую он поставил в 1913 свой следующий и наиболее значительный балет «Весна священная» «Весна священная», написанная Стравинским со свободным использованием диссонанса Хоть и с опорой на тональность, и хореографически построенная на сложных комбинациях ритмов Стала одним из первых экспрессионистских балетов Балет был не сразу принят, и его премьера закончилась скандалом, как и «Послеполуденный отдых фавна», шокировавший публику финальной эротической сценой В том же году осуществил бессюжетный балет игры К. Дебюси Для этих постановок Нижинского был характерен антиромантизм и противостояние привычному изяществу классического стиля Парижскую публику очаровал несомненный драматический талант артиста, его экзотическая внешность Нижинский оказался смелым и оригинально мыслящим хореографом, открывшим новые пути в пластике Вернувшим мужскому танцу былого приоритета виртуозность Своими успехами Нижинский был обязан и Дягилеву, который верил и поддерживал его в дерзких экспериментах Личная жизнь В юности у Нижинского были интимные отношения с князем Павлом Дмитриевичем Львовом, а позже с Дягилевым Разрыв близких отношений с Дягилевым из-за женисьбы Нижинского на танцовщице из Австро-Венгрии Рамоли Пульской привел к уходу Нижинского из труппы Фактически к концу его короткой головокружительной карьеры Антреприза уйдя от Дягилева Нижинский оказался в сложных условиях Нужно было добывать средства к существованию Гений танца он не обладал способностями продюсера Предложение возглавить балет Гранд-Опера в Париже отверг Решив создать собственную антрепризу Удалось собрать труппу из 17 человек и заключить контракт с Лондонским театром Палас-репертуар составили постановки Нижинского и частично М. Покина Однако гастроли не имели успеха и закончились финансовым крахом Что повлекло за собой нервный срыв и начало душевной болезни артиста Неудачей преследовали его последняя премьера Первая мировая война 1914 года застала супругов Возвращавшихся в Петербург с новорожденной дочерью в Будапеште Где они оказались интернированы до начала 1916 Нижинский мучительно переживал и свой арест и вынужденное творческое бездействие Между тем Дягилев возобновил контракт с артистом для гастролей русского балета в Северной и Южной Америке 12 апреля 1916 года он станцевал свои коронные партии в Петрушке и Ведении Розы на сцене Нью-Йоркской Метрополитен-Опера В том же году 23 октября в Нью-Йоркском театре Манхэттен-Опера Была показана премьера последнего балета Нижинского «Тилюлин Шпигелер» Штрауса, в котором он исполнил главную партию Спектакль, создававшийся в лихорадочной спешке Несмотря на ряд интересных находок провалился Болезнь пережита и волнение сильно травмировали слабую психику Нижинского Роковую роль в его судьбе сыграло увлечение толстовством, популярным в эмигрантских кругах русской художественной интеллигенции Члены труппы Дягилева-Толстовцы Немчинова, Костровский и Зверев Внушали Нижинскому идею греховности актерской профессии, чем усугубили его болезнь 26 сентября 1917 года Нижинский последний раз вышел на сцену в балете «Видение Розы» и вместе с семьей обосновался в Швейцарии Здесь ему стало легче, он размышлял о новой системе записи танца, мечтал о собственной школе В 1918 написал книгу «Дневник Нижинского» Вскоре Нижинский был помещен в клинику для душевнобольных, где ему был поставлен диагноз шизофрения Все последующие годы до конца жизни он находился в разных психиатрических клиниках, где лечился с переменным успехом В 1945 году Нижинский был внезапно обнаружен корреспондентом «Лайф» в послевоенной Вене, танцующем среди советских солдат Встреча с земляками произвела на Нижинского неизгладимое впечатление Почти не разговаривавший до этого, он стал общаться на родном языке с бывшими соотечественниками Он умер 11 апреля 1950 года в Лондоне Перезахоронение праха В 1953 тело его было перевезено в Париж и похоронено на кладбище Мон Мартр рядом с могилами легендарного танцовщика Г. Вистриса и драматурга Т. Готье Одного из создателей романтического балета На его надгробии с серого камня сидит грустный бронзовый шут Значение личности Нижинского Критики называли Нижинского восьмым чудом света, высоко оценивая его талант Его партнершами были Тамара Карсавина, Матильда Кшесинская, Анна Павлова, Ольга Списивцева Когда он, бог балета, зависал в прыжке над сценой, казалось, что человек способен стать невесомым Жан Кокто Нижинский обладал редкой способностью полного внешнего и внутреннего перевоплощения Сара Бернар Нижинский совершил смелый прорыв в будущее балетного искусства Открыл утвердившийся позднее стиль экспрессионизма и принципиально новые возможности Пластики и его творческая жизнь была короткой, но напряженной Личности Нижинского посвящен знаменитый балет Мариса Бежара Нижинский Клоун Божий на музыку Пьера Анри и Петра Ильича Чайковского 1971 Нижинский был кумиром своего времени В его танце сочетались сила и легкость Он поражал публику своими захватывавшими дух прыжками Многим казалось, что танцор зависает в воздухе Он обладал замечательным даром перевоплощения незаурядными мимическими способностями На сцене от него исходил мощный магнетизм Хотя в повседневной жизни он был робок и молчали в память В 1968 году в Монако была учреждена премия Нижинского Вручаемая артистом балета и хореографом В рамках празднования столетия русских балетов 11 июня 2011 года В фойе Варшавского Большого театра была установлена бронзовая скульптура Вацлова И Бронислава Нижинских в образе фавной нимфи из балета Послеполуденный отдых фавна Образ в искусстве Театре 8 октября 1971 года Нижинский Клоун Божий Балет Мариса Бижара на основе дневников Вацлова Нижинского 21 июля 1979 года Вацлав Балет Джона Наймайера по сценарному плану Неосуществленной постановки Вацлова Нижинского С использованием выбранной музыки Эсбаха 1993 Нижинский По пьесе Алексея Буркина 1999 Нижинский Сумасшедший Божий клоун Спектакль по пьесе Глена Бламстейна 2 июля 2000 года Нижинский Балет Джона Наймайера 22 марта 2008 года Нижинский Сумасшедший Божий клоун Спектакль по пьесе Глена Бламстейна 19 апреля 2008 года НН 28 июня 2009 года Павильон Армиды Балет Джона Наймайера 2015 Письмо человеку Спектакль Роберта Уилсона По мотивам дневников танцовщика В кино 1980 Нижинский Режиссер Герберт Росс 1983 Анна Павлова Режиссер Эмиль Латину 1990 Нижинский Марионетка Бога Телевизионный фильм Филиппа Валуа 2001 Дневники Вацлава Нижинского Режиссер Пол Кокс 2005 Райт Адзерит Рэнди Уилсон 2009 Нижинский Ампниум Ерселу Мейцин Дэнс Документальный фильм О значении Нижинского В творчестве хореографа Джона Наймайера Поп-музыки 1984 Певец Фредди Меркьюри В клипе на песне Ванто Брейкфри Выступил в роли Фавна Знаковой партии Нижинского Из его балета Послеполуденный отдых Фавна 2000 Нижинский Альбом группы Лайда Посвященный танцовщику И его окружению Сочинение Дневник Дневник Вацлава Нижинского Антология Гаевский В.М. Артист Режиссер Театр 1995 272 секунды 5000 КЗ А.С.Б.Н. Источники Незабытые могилы Российское зарубежье Некрология 1917 1997 В шести томах Том 5 Н. Переулок М. Пашков Дом 1999 А.С.Б.Н. 5 75 10 0 169 9 100 Библиография Нижинская Р. Вацлав Нижинский М. Тера 2004 А.С.Б.Н. 5 275 0 10 12 5 Н. Я. Надеждин Вацлав Нижинский Отдых Фавна Биографические рассказы М. Майор Осипенко 2011 192 секунды Серия Неформальной биографии 2000 КЗ А.С.Б.Н. 978 5 985 51 146 8 Красовская В. Вацлав Нижинский Хлебников Балета Профилей танца СПБ Академия русского балета Им. А. Я. Ваганов 1999 С. От 353 до 359 400 секунд 2000 КЗ А.С.Б.Н. 930 10 001 2 Красовская В. Нижинский СПБ М. Лань Планета музыки 2009 288 С. 2000 КЗ А.С.Б.Н. 978 5 81 14 0 964 8 1 1 4 5